Когда откроют движение на путепроводе Кирово-Московской, асфальт будет вот на таком уровне. Соответственно, вся вода с дороги будет стекать вот в этот жёлоб. А затем по чугунным трубам, спрятанным в бетоне, будет попадать в середину тоннеля, где специальные насосы будут выкачивать воду в систему действующей ливневой канализации. Подобная насосная станция, спрятанная на глубине 9 метров, первая на самарских дорогах. Новая система предусматривает, что вода из ливнёвок больше не будет напрямую попадать на естественный рельеф, а затем уходить в Волгу. Теперь паводковые источные воды будут аккумулироваться в резервуарах и проходить очистку. Подрядчики обещают, луж в тоннеле не будет. Всё, что придёт сюда, всё оно принято с большим запасом. Ставится три насоса, два основных рабочих, один резервный на случай отключения. Строится для отвода воды, которая будет попадать в тоннель, так как это, грубо говоря, большая выемка, большая яма. Помимо насосной станции на развязке заканчивают строительство южной части тоннеля. Здесь заливают бетоном основание рампы, затем тоннель покрасят, обустроят и уже летом начнут укладывать асфальт. У нас очень большая работа ещё по устройству памятника. Также нужно, чтобы запустить движение, выполнить демонтаж балок, которые держат откосы. Сейчас развязка готова более чем на две трети. Планируется, что уже в сентябре здесь проедут первые машины. Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События.